Для студентов лицея номер 5 провели мастер-класс по кулинарии. Мария Велковец учится на четвертом курсе. Решила поучаствовать в мастер-классе, потому что скоро выпускные экзамены, на которых нужно показать свои кулинарные способности. Также девушке хотелось научиться чему-то новому, тем навыкам, которые она сможет использовать в ресторанном бизнесе. Мария планирует связать свою жизнь с кулинарией. Ее большая мечта – стать шеф-поваром. По итогу, конечно, хотелось бы стать шеф-поваром, а пока нужно будет нарабатывать годы практики и потом дальнейшее уже обучение. У нас обучают этому во Владивостоке и в Питере. По словам Марии, на мастер-классе она хотела научиться интересным техникам, новым способам обработки и сервировки. Шеф-повар Константин Мухин, который провел тренинг 20 лет назад, сам учился в 5-м лицее. После окончания работал в Московской области, в Санкт-Петербурге и других городах. Теперь мэтр вернулся в Магадан, чтобы передать свои знания и опыт молодому поколению. На этом мастер-классе Константин вместе со студентами готовил стейк из куриной грудки. У студентов в экзамене «Куриная грудка» будет рис с овощами на гарнире, пюре и овощи гривны. И соус с грибной. В принципе, это подготовка к экзамену, для того, чтобы им было удобнее потом работать. Ну, будет дружеское судейство, потому что это первый мастер-класс. В дальнейшем планируем дальше проводить, там уже, может, как-то детально это все придумано. Константин надеется, что сможет и дальше проводить мастер-классы не только для студентов, но и для всех магаданцев. Планирует даже набрать группы. По словам организаторов, в наше время важно передавать знания опытных людей молодому поколению, потому что поваров сейчас не так много. Особенно это актуально для студентов. Сегодня проводится очень важное мероприятие по передаче опыта кулинарного искусства от мастера-шеф-повара Константина. У него очень большой опыт, и он работал в достаточно известных ресторанах мира. Сегодня он приехал к нам в город и согласился передать свои знания ученикам-студентам 5-го лицея. Когда я узнала об этом событии, конечно, мы с радостью согласились поучаствовать, принять самое активное содействие в этом мероприятии. И надеемся, что подобного рода мероприятия будут в нашем городе проходить все чаще и чаще. Потому что именно при живой передаче знаний ученик имеет возможность вникнуть во все нюансы. На мастер-классе присутствовали не только студенты старших курсов. Ребята помладше посетили мероприятия в качестве зрителей. Кроме того, за работой наблюдали педагоги. Организаторы надеются, что такие мастер-классы и дальше будут проводить в Магадане для детей и взрослых.